Всем привет! Сегодня меняем жидкость в гуре. Для того, чтобы ее заменить, необходимо снять вот этот вот патрубок, но прежде снять хомут и прежде защиту. Вот этот патрубок снимается и жидкость в себя выливается. Потом сделать несколько замен таких и оставить чистую жидкость. Ставится машина на два домкрата и рулевым колесом вы проворачиваете несколько раз до упора вправо-влево. Напоминаю, что жидкость пентусин, она очень агрессивная. При смешивании будет пузыриться. Необходимо несколько раз производить замену. Минимум два раза. Из этого расчета берите запас. С бачка сливается еще, с радиатора уже почти все слилось. Жидкости я скину в описании к данному видео. Смотрите там. Еще не стекло все. И сразу скажу, вот этот хомут ставится новый. Посмотрите его состояние. Если он чуть-чуть подгнивший, ставьте новый. Иначе в противном случае может оборвать и разом вся жидкость у вас вылится на дороге. Поедете дальше на лукваторе. Не экономьте на этом. Сразу скажу, если вы при осмотре автомобиля заметите потеки масла, в местах обозначенные стрелочками, то ваш хомут устал. Его необходимо срочно заменить. Ссылки на запчасти я скину в описании. Посмотрите, как я сделал шланг на двух хомутах. Вот. Плюс к этому я обрезал шланг. Вот видите, у меня уже выпуклость. Проверяем состояние шлангов ГУРа на радиаторе после месяца эксплуатации. Вот они, два шланга. Видно, что потеков масла нет. Шланг был посажен на герметик и затянут двумя комутами. Защита в этом месте сухая. Никаких следов масла на защите нет. Жидкость я рекомендую вот эту лить. Так как, когда вы будете менять, если у вас залит пентусин, это очень агрессивная жидкость. И с этой жидкостью она смешиваться не будет, она будет пузыриться. Вам будет необходимо поменять полных два цикла жидкость. После этого протереть бачок внутри. Вот видите, стенки белые, чистые. Сама жидкость зеленая, чистая. И залить новую жидкость. Так как, по опыту говорю, что пентусин, как я сказал, очень агрессивная жидкость. И вал рулевой рейки, она быстро разъедает. Конкретно в моем случае рейки пришел каюк на 150 тысяч километров. Сейчас пробег машины ровно в два раза больше. Проблем вот с этой жидкостью в машине нет. Я сделал четвертую замену жидкости. Жидкость необходимо менять своевременно, чтобы жидкость не скапливала влагу. И вал рулевой рейки не ржавел. А тот, в свою очередь, не тер резинки. И тогда ваша рулевая рейка проходит вам долго. Сейчас я залью. Жидкость бачок почти пустая. Вот видите. Так, это я остатки выливаю. То, что были. Сейчас открою новую бутылку. Вот я взял новую бутылку. И заливаем ее до середины бачка. И потом проверяем уровень. Если вдруг что-то накапали, вытираете сразу. Снимать крайне неудобно. Делать тоже одной рукой. Вкручиваете до конца уровень. Высовываете, смотрите уровень. В моем случае отметка максимум. Если видео было полезно, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока. После долива жидкости по метке, через некоторое время, снова проверьте уровень жидкости.